Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. В Караганинской области возникла угроза подтопления села Кызылко и вода зашла в несколько дворов населенного пункта. Эвакуированы 16 человек. Спасатели сейчас укрепляют защитный вал вдоль реки Кызылко, где поднялся уровень воды и произошел перелив из русла. Также в регионе для всех видов транспорта закрыт участок республиканской трассы Караганда-Айагос-Бугас от поселка Ботокара до Каркаролинска. Там образовался перелив шириной 80 метров. Кызылко потопленных домов нет. Спасатели проводят вручную дробление льда на реке Кызылко. Кызылко укрепляется обвал вдоль реки, прокладывается мешкотара с инератным материалом. Ведутся работы по откачке воды из дворов. Иран уже больше недели во власти мощных наводнений. По последним данным, стихия унесла жизни 44 человек. Сотни получили ранения. В большинстве провинций страны размыты дороги, подтоплены дома, нарушено транспортное сообщение. Эвакуировано множество поселений, расположенных вдоль рек и рядом с дамбами. Покинуть свои дома пришлось десяткам тысяч ранцев. Большинство из них перевезли в предоставленные государством убежища. Президент страны Хасан Рухани пообещал компенсировать все финансовые потери, вызванные стихийным бедствием. Также он призвал армию оказать помощь пострадавшим в затопленных районах. На фабрике в Китае прогремел мощный взрыв. Погибли пять человек. Еще трое получили ранения. Инцидент произошел на востоке страны, в провинции Шаньдун. Как передает агентство Синьхуа, взрыв прогремел в цехе частной фабрики по производству перлита. По предварительным данным, авария была вызвана утечкой в резервуаре сжиженного газа. Полиция уже задержала владельца предприятия. Второй раз за неделю без света осталась Венесуэла. Без электричества вынуждены были сидеть жители не только в большей части страны, но и многих районов столицы Каракаса. Наблюдаются проблемы с мобильной связью. Причины очередного блэкаута пока неизвестны. Напомню, предыдущее отключение электроэнергии произошло 25 марта. Тогда без света остались 16 из 23 штатов страны. Три дня жители Боливрианской республики отдыхали, занятия в школах также отменили. Беспрецедентные случаи блэкаута в Венесуэле наблюдаются 7 марта. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей. Причиной аварии власти назвали саботаж на гидроэлектростанции Эль-Гури. Также сообщалось о кибератаке на автоматическую систему контроля газ. Полторы тысячи инноваторов из 50 стран мира собрались в Париже на международный форум, посвященный зеленой экономике. В этом году центральной темой встречи стала переработка пластиковых отходов. Наш корреспондент узнал, о какие инновации двигают экологичные стартапы. В этом зале не протолкнуться. Именитые борцы за экологию, начинающие предприниматели и просто неравнодушные жители пришли сюда за поиском новых решений, которые защитят природу от разрушения человеком. Лично я не верю в КОП-21, 22, 23 и так далее. Я не верю в то, что государство реально что-то изменит. Во Франции мы решили до 2030 года снизить эмиссию газов для снижения парникового эффекта. Но в последние два года выбросы только растут. Мы положились на государство, Евросоюз, но сдвигов нет. И что мы будем делать? Бездействовать? Нет, у нас есть решения и инструменты. Мы можем действовать локально, чтобы развивать все сферы. Действуй локально, чтобы мыслить глобально. Вот кредо зеленых активистов. Доказательство того, что экоидеи могут и должны работать в экономике, несколько десятков стартапов. Здесь представлен проект, который позволяет из старых пластиковых бутылок печатать новые объекты с использованием 3D-технологии. Можно делать большие объекты, можно маленькие. Можно печатать мебель. На сегодня мы уже протестировали печать столов и стульев. Выглядит это так. Производятся небольшие детали, потом идет сборка. Наша задача – заинтересовать предприятие переработкой пластиковых отходов, которая позволяет выпускать новый вид продукции. Производство искусственной кожи из листьев ананаса, экоупаковка, грузовые велосипеды и строительные материалы из пластика. Эти идеи, представленные на выставке, только выходят на коммерческий рынок. Французско-сенегальский стартап специализируется на переработке пластиковых отходов, собранных на побережье Сенегала. И по цвету продукции можно догадаться о том, какое исходное сырье было для нее использовано. К примеру, белые пластины – это пластиковые бутылки с того же пляжа в сочетании с тарой из-под бытовой химии. Синий цвет означает, что здесь были использованы бутылки для молока французского происхождения, а пластина черного цвета была изготовлена на основе переработанных деталей для автомобилей. Экологические активисты уверяют, сфера социальной солидарности уже сегодня является полноценным сектором экономики. К примеру, только в Париже оно создает около 10% новых рабочих мест. И как показали своим примером участники форума, только у экологически ответственного бизнеса есть шансы устойчивого развития и реальная перспектива. Алия Создыкова, Бихан Типсаев, Хабар-24, Париж, Франция. Казахстанские бизнесмены планируют построить в Грузии завод по сборке электроавтобусов. Учитывая планы страны по переходу на экологически чистые виды общественного транспорта, эту идею сейчас активно обсуждают в Тбилиси. Детали инвестпроекта изучала наш корреспондент Татья Джани Бигашвили. Сегодня в мэре Тбилиси активно работает над проектом «Зеленая политика. Экотранспорт». Согласно документу, в следующем году в страну завезут около двух сотен электроавтобусов. Но казахстанские бизнесмены предлагают местным властям заниматься их сборкой на территории Грузии. Инвесторы планируют вложить миллионы долларов в строительство завода по сборке экологически чистых автобусов. Казахстанская сторона готова инвестировать около 10 миллионов долларов при условии, что Грузия для своих нужд будет покупать не менее 100 автобусов в год. Я думаю, эта цифра довольно небольшая при тех потребностях, которые сегодня существуют в Грузии. И довольно перспективно выглядит этот проект. Тем более, что через два года казахстанская сторона готова передать полное управление. Отмечу, что инвестициями в Грузию бизнесмены из Казахстана заинтересовались относительно недавно. После того, как в 2005 году Нурсултан Назарбаев с официальным визитом посетил Тбилиси. Отмечу, что внешний торговый оборот Грузии с Казахстаном в 2018 составил около 150 миллионов долларов США. Я думаю, что после 2005 года, это первая инвестиционная волна, когда прошла эта вторая, при содействии нашего посольства Казахстана в Грузии, очень сильно развиваются отношения между нашим бизнесом и казахстанским бизнесом. И эти новые предложения, я думаю, что они будут способствовать развитию наших экономических отношений. Проект по сборке электроавтобусов грузинские эксперты считают довольно выгодным как для Грузии, так и для Казахстана. Но, по их словам, приобретать произведенные в Грузии автобусы страна будет лишь при условии, что стоимость товара будет конкурентоспособной. Сегодня Грузии приходится покупать электроавтобусы из-за рубежа. Поэтому вопрос цены очень важен. Но если, к примеру, германский автобус будет стоить 100 тысяч долларов, а произведенный в Тбилиси 150 тысяч, то я не думаю, что это заинтересует наши власти. Другое дело, если по ценовым и качественным параметрам автобусы будут привлекательными, то я уверен, что государство будет их покупать. Отмечу, что обновление автобусного автопарка является одним из приоритетных направлений правительства Грузии. Мэри Тбилиси в ближайшие несколько лет планирует закупить свыше 700 автобусов, работающих на природном газе и электричестве. Когда и в каком регионе Грузии появится первый завод по сборке электроавтобусов, пока неизвестно. По словам депутата Давида Чичинадзе, сейчас казахстанские инвесторы и представители грузинского правительства ведут активные переговоры. Татья Джани Бегашвили, Шалва Сурамелашвили, Хабар 24, Грузия. На 40% увеличился поток туристов в Беларусь после введения Tax-Free. Эту норму Минск внедрил самым первым в СНГ. Казахстан планирует перейти на эту систему к 2022 году. Ожидается, что возврат НДС будут осуществлять в аэропортах столицы Алматы и Шимкента. Чем белорусский опыт может быть полезен Казахстану, знает Алексей Родионов. Система Tax-Free напрямую связана с НДС, налогом на добавленную стоимость. Выезжая за границу, туристы смогут возвращать проценты от покупок, совершаемых за рубежом. При такой системе такие траты становятся не только приятными, но и выгодными. При внедрении системы Tax-Free иностранные туристы, покидая Казахстан, смогут получать 12% от суммы покупок, совершенных в нашей стране. Эта ставка НДС заложена в цену товара. Деньги будут выделяться из госказны, вернутся они туристам в течение трех месяцев. Для этого, возможно, будут привлекаться операторы из ряда Premier Tax-Free, Global Blue, а также и Nova Tax-Free. В мировой практике система Tax-Free является мерой государственной поддержки торговли и туризма, странах, в которых она внедрена. Общие принципы применения Tax-Free в Республике Беларусь совпадают с принятыми в других государствах. Анализ развития системы Tax-Free показывает, что интерес к данному виду услуг туристов в последние годы растет, особенно с развитием безвизового порядка въезда иностранных граждан в Республику Беларусь. Система Tax-Free позволит увеличить не только обороты продаж, но и поток туристов, которые едут специально за покупками. Это одна из мер, предусмотренная в Госпрограмме развития туристской отрасли на 2019-2025 годы, которую готовятся принять в Казахстане. Вернуть Tax-Free могут все иностранцы, кроме туристов и стран Евразийского экономического союза. Система Tax-Free позволяет иностранцам вернуть до 15% налога на добавленную стоимость на товары, купленные в Республике Беларусь. Беларусь оказалась первой страной на постсоветском пространстве, кто начал возвращать иностранцам проценты от покупок. В самом начале были и свои сложности. Система долгое время существовала лишь на бумаге. Местные магазины не успевали в срок адаптироваться к новым правилам. В Бресте, к примеру, возврат заработал спустя месяцы после официального запуска программы. Этот опыт перехода от слов к делу явно пригодится и Казахстану. По подсчетам экспертов, только Tax-Free позволил Беларуси увеличить поток туристов почти на 40%. Да и задерживаются иностранцы в стране теперь подольше. В среднем неделю сейчас против трех ранее. При этом тратить они готовы по 100-120 евро в сутки. Алексей Родионов, Дмитрий Лукший, Владимир Струг, Хабар-24, Минск, Беларусь. Министр иностранных дел Казахстана Айбейбут Атамкулов встретился в Пекине с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. Глава внешнеполитического ведомства проинформировал о возможных политических изменениях в Казахстане. В ходе встречи Атамкулов подчеркнул, что наша страна сохранит прежние внешнеполитические курсы в развитии отношений с Китаем. В свою очередь Цишань высоко оценил историческую роль лидера нации в государственном строительстве Казахстана и становлении казахстанско-китайских отношений. В ходе встречи политики также уделили особое внимание взаимовыгодному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и отметили, что Казахстан стал первой страной, поддерживающей этот проект. Как можно помочь детям бороться с онкологией, если у самого редкое генетическое заболевание, которое требует серьезного лечения? Однако сама Трамазанов считает себя совершенно здоровым и делится своим жизнелюбием с пациентами Центра педиатрии и детской хирургии. Врачи с восхищением рассказывают о забавных представлениях веселого гостя и стараются брать с него пример. С удивительным человеком познакомились и наши корреспонденты. В Центре педиатрии и детской хирургии Самат Рамазанов – свой человек. Ему здесь всегда рады, ведь он веселит ребятишек, которые страдают страшным заболеванием – рак. А хорошее настроение после общения с клоуном помогает детям менее болезненно переносить курс лечения. Самату 29, но врачи ласково называют его крохой. Это все из-за редкой генетической болезни. Наверное, немногие его поклонники знают, что в детстве больничному клоуну поставили диагноз мукополисахаридоз. Я, если честно говоря, считаю себя полноценным. Я стараюсь не думать о проблемах, о заболевании, потому что самым главным мотиватором, допустим, по жизни, это, я думаю, является сам человек. И поэтому я всегда стараюсь сам себя мотивировать на хорошие поступки, идеи. В Казахстане таким генетическим заболеванием страдает 47 человек. Они получают ферментозаместительную терапию, которая не позволяет недугу прогрессировать. Когда самат общается с маленькими пациентами, он, как никто другой, понимает, насколько им тяжело. Поэтому делает все возможное, чтобы отвлечь детей от болезни. Совсем недавно ему пришла идея записать мотивационный ролик, где он прекрасно справился с ролью режиссера. Невероятно позитивная энергетика самата заряжает не только детей, но и врачей. В нем столько энергии, я даже иногда поражаюсь, что он так быстро все успевает. И иногда приходит, говорит, я уже отработала клоуном. Для детей это очень большая радость. Он еще талантливый, он артист, он умеет это делать, у него это все очень хорошо получается. С тех пор, как он появился в нашем центре, уже за какой-то короткий промежуток времени было им столько сделано. Еще самат снимается в кино и рекламе, поступил на гранд-вуз и учится на режиссера. А совсем недавно клоун возглавил общественный фонд и планирует дальше помогать детям. Анастасия Валикжанина, Кинджи Амраев, Ирлан Абжанов, Алматы, Хабар-24. И на этом все. Я же с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих информационных выпусках на телеканале Хабар-24. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok